Это вот взяли плазменную часть и форменную часть крови, форменная часть — это эритроциты, тромбоциты, лейкоциты и все остальное. Она как бы, она может повышаться на любые вообще. То есть это такие белые кровные тельца, вырабатываемые костным мозгом. Там куча всяких показателей. Если там есть какие-то отклонения, ну, либо повышен, либо занижен, то надо... Друзья, всем привет! На связи Панасюк Николай. Я вас рад приветствовать на нашем YouTube-канале GetFit. И в этом интересном видео мы... Во-первых, будет у нас необычный формат. А во-вторых, мы затронем тему анализа крови. И конкретно самого доступного показателя анализа — это общий анализ крови, в котором можно очень много выявить бактериальные инфекции, вирусные нагрузки организма, дефицитов витаминов группы В, дефицитов витамина С и омега и многое-многое другое. И самое главное, что он очень дешевый и доступный. Поэтому обязательно смотрите это видео до конца. Сегодня у нас в гостях Мария. И на примере анализов, как раз-таки общего анализа крови Марии, мы разберем в целом, какие там показатели, за что они отвечают и зачем они нужны. Маша, привет! Привет, Николай! Очень рада, что ты посмотришь мой анализ, потому что всегда, когда сдаю, думаю, что все в порядке, потому что никаких отклонений вроде бы нет, вроде все в норме. Но работая с тобой, понимаю, что может быть что-то не так. И сегодня ты мне расскажешь, все ли у меня в норме и на что стоит обращать внимание. Во-первых, общий анализ крови, почему я лично сам люблю, потому что в нем реально очень много можно чего определить. Самое главное — просто понимать, что за что влияет и какая есть этому причина. И самое первое, что я хочу сказать в видео, мы не будем прям каждый показатель просто разбирать. Я прям затрону самые основные, которые очень важно отслеживать. И взаимосвязь — это со внешним видом, с самочувствием, с энергетикой и со всем остальным. Вот, и проговорю самые важные, тезисные, которые есть в анализе крови. Это не только гемоглобин. Многие такие, типа, смотрят гемоглобин. Ну, вроде нормально все, и типа все. Но на самом деле там есть другие важные показатели, на которые важно обращать внимание. А достаточно ли вообще, вот сдав общий анализ крови, понять, что с тобой происходит? Я бы добавил бы хотя бы ферритин, инсулин, ТТГ и витамин D. Хотя бы, это прям самый минимальный. Вот, и то, что ты мне сейчас покажешь, мы можем много очень сделать каких-то гипотез, да, но это было бы классно, если было бы подтверждение, например, там, ферритином, инсулином и так далее. Потому что мы говорим, что это минимальный список анализов, да, за счет которого ты можешь понять, что с тобой происходит. И сколько у тебя получилась сумма? Ну, 920 рублей в Хеликсе, в лаборатории. Да, 920 рублей. Средняя цена, она там в районе 700-800 рублей как раз-таки, да, там плюс сбор крови еще 150-200 рублей, вот как раз-таки. И мне вот этим, наверное, больше всего нравится, что даже через общий анализ крови ты можешь понять. Понятно, что не полную картину, но очень много чего интересно определить. Ну, плюс его еще бесплатно можно сдавать в клинике. Такой ходовой анализ. Ну, что, давай приступим? Что такое общий анализ крови? По факту, это вот есть ваша кровь, и все, что в ней плавает с точки зрения именно форменных элементов этой крови. К ним относятся эритроциты, тромбоциты и лейкоциты. И очень часто вас могут спросить в поликлиниках, либо в частных лабораториях, нужно ли сдавать лейкоцитарную формула и сои. Формула сои. Берите, конечно, да, потому что как раз-таки мы сейчас немножко затронем лейкоцитарную формулу, она как раз-таки у нас здесь есть. И берите дополнительно сои, потому что сои тоже очень интересный показатель, про который я проговорю. Поэтому по факту это такой поверхностный показатель. Но я считаю, что и глубоко убежден, что каждый человек абсолютно может и разбираться в своих анализах, и понимать, что с ним происходит, какие имеют причины. Не надо заниматься самолечением и назначением препаратов лекарственных. Я говорю больше всего про превентивный метод, это питание, образ жизни, стрессы, восполнение витаминно-минеральных дефицитов, которые как раз-таки мы тоже здесь можем увидеть. Поехали. Первое, конечно же, все обращают внимание на гемоглобин, потому что нас с самого детства учат, типа, вот гемоглобин, классно, он там полезен, все остальное. Показатель железа, да? Но я говорю, что это всегда нужно смотреть в самую последнюю очередь. И он у тебя 147 из-за референсов значений 117-155, это очень хороший показатель. И он, причем, вот те, кто приходит с железодефицитом, он у 9 из 10, хороший, ну, попадает в референсы. И люди даже не подозревают, что уже возникает дефицит железа, и уже возникает большой. А железодефицит мы уже смотрим по ферритину? Да. И плюс ты можешь определить как раз-таки вот здесь. Вот как раз-таки мы разбирать будем три больших составляющих. Это эритроциты, это лейкоциты и это тромбоциты. Как раз-таки, например, дефицит железа может негативно сказываться, например, на выработку эритроцитов. Если у нас такие показатели, как в общем анализе крови МЦВ и МЦХ ниже 87 и 27, это как раз-таки показатель дефицита железа. У тебя с этим все окей, даже у тебя в другую сторону немножко ушло. Это что, повышенное железо? Да, дефицит, витамина группы В. В. Да, В-шек не хватает. И здесь как раз-таки эритроцитов не хватает. Ну, то есть здесь все окей, по железу. У тебя 92 и 30, соответственно. В идеале, чтобы они были 90 и 30, это прям очень хорошие показатели. У тебя чуть-чуть завышено 92,5. Это не катастрофично, не критично. Не рекомендую сдавать витамины группы В напрямую с крови. Вы можете определить как раз-таки по общему анализу крови. Вот здесь будет В12 и В9 и В6 и В2 можно определить по повышенному МЦВ. У Маши как раз-таки чуть-чуть повышенное МЦВ. Это говорит о том, что может возникать как раз-таки небольшие уже дефициты. И просто нужно поставить на карандаш эти показатели и отслеживать. Есть еще один интересный показатель в общем анализе крови. Вообще, мне кажется, никто не знает про него. Ну, в смысле, что из тех, кто вообще управляет своим здоровым питанием. Может ли быть такое, что будет и дефицит железа, и дефицит витаминов группы В. И он у тебя, кстати, был. Ты мне показала предыдущие анализы. Есть такой показатель, здесь называется РДВ. РДВ-ЭЦВ, то есть ЦВ. То есть это коэффициент распределения этих эритроцитов. Давайте простым языком. Ну, эритроциты. Это такие красные клеточки. Они выпуклые с одной стороны, выпуклые с другой стороны. Я думаю, вы много раз видели картиночки похожие. И наша задача определить, сколько в нем как раз-таки гемоглобина. Вот в этом эритроците, который разносит по всему организму. И если у нас разнородность эритроцитов, то есть одни будут насыщены, например, гемоглобина, вторые не насыщены. У нас вот этот показатель РДВ, он будет как раз-таки высокий. И у Маши у тебя был предыдущий, ты показала, 14%. Это уже есть. Того, что есть и дефицит железа, и дефицит витаминов группы В. И как... Но у тебя сейчас интересная ситуация, что у тебя сейчас он в норме. То есть ты либо с питанием восполнила железо просто... Ну, то есть стало просто, не знаю, может быть, мясо, либо рыбу, либо птицу. Может, добавил рацион. Либо витамины группы В из круп, ты начинал больше добавлять. То есть так как у тебя с ЖКТ все хорошо, потому что я вижу, у меня тут немного показателей... На самом деле, вот ты говоришь, что все хорошо, а по ощущениям нет. Ну вот, я поэтому и говорю, что общего анализ крови чаще всего недостаточно. Даже при всем моем желании и экспертности, и все остальное, хотя бы общий анализ крови, ферритин, который я очень жду, инсулин, но с этим, я думаю, проблем у тебя не будет. И вот ТТГ, Т3, Т4 именно свежий, потому что старенькие, они показывали, что есть небольшой дефицит йода и других холфакторов. ТТГ, Т3, Т4 у меня есть где-то месяц назад. Да, я видел 0,4 у тебя тоже чуть пониженный показатель. Вот, поэтому, смотри, что произошло? Мы здесь просто видим, что у тебя МЦВ, МЦАЖ... МЦВ у тебя повышенное, это говорит о том, что есть дефицит витаминов группы В. С железом у тебя здесь все хорошо. Вот, какие еще здесь есть показатели? Например, гематокрит, он у тебя 44%. Это высокий показатель, он должен быть максимум до 42%. Это вот взяли плазменную часть и форменную часть крови, форменная часть — это эритроциты, тромбоциты, лейкоциты и все остальное. Гематокрит по факту показывает, какое соотношение именно вот этих красных крыльных телец и эритроцитов в общей массе. И у тебя именно этот показатель, 44%, это может о чем говорить? Либо, ну, скорее всего, у тебя воды банально не хватает, ты просто мало пьешь воды, либо ты куришь, ну, это просто один из вариантов, либо очень большое влияние стресса. Ну, то есть обычно это самый простой первый показатель. Если мы говорим про гематокрит, то гематокрит как раз-таки может нам показывать, насколько нам хватает жидкости. Вот, если человек не курит, и не было каких-то очень сильных прям стрессовых ситуаций накануне запахтания. То есть это именно свертываемость, вязкость? Вязкость, больше вязкость, да. То есть если мы говорим простым языком, больше типа вязкость, какое соотношение вот этих красных крыльных телец из общей массы. Если она сгущаться будет, а такое может быть. И это, кстати, из гемоглобина. Если гемоглобин высокий, это тоже дефицит воды, это дефицит, ну, либо курения, вот, либо в редких случаях дефицит дотамин. Высокий, если? Да, высокий гемоглобин. Дефицит воды? Да, у тебя 147, он как бы под верхнюю границу, вот, но самый важный здесь гематогрит. А когда он высокий, это дефицит идет в витамина, ой, железо, или... То есть это профицит? Да, да, да. Но говорю, мы его вообще не смотрим, мы смотрим на ферритин. Гемоглобин, чтобы дойти до состояния, когда у вас будет падать гемоглобин, тебе нужно, ну, реально года полтора, наверное, жить в этом состоянии. А люди даже не подозревают. То есть, представляете, где-то уже горит дом, то есть уже дым, а дым как раз здесь что-то ферритин, это ты можешь определить, поэтому я очень жду его. А ты его не слышишь, запаха нет, потому что ты не умеешь определять, что это дым, оказывается, да, и он горит. Вот, и когда уже пожар, уже гемоглобин горит. Ну, в смысле, я упал. Окей, а вот гематогрит, вязкость крови, если он у меня повышен или низкий? Да, если он у тебя низкий, это может говорить о железо-дефиците, а высокий дефицит воды, Ну, и как на мне это может сказываться? Мозг хуже работает, ну, то есть концентрация внимания. То есть наш мозг по большей части состоит из жидкости, и ты прямо очень трудно будешь думать. Плюс это может сказаться, например, если у тебя параллельно с этим есть нарушенный липидный профиль, холестерин, гипопротеиды, высокая низкая плотность, высокий риск заболевания сердечно-сосудистой системы. Мало того, что риск образования бляшек и всего остального, так еще и кровь очень устая. Густая кровь. Да, и поэтому может образовываться, например, заболевание ССС, инсульт, инфаркт и велкм. Тром, да. Это к вопросу о том, что многие говорят, типа, вот он был такой здоровый, молодой, красивый, и типа раз, что-то с ним случилось. Да, просто банально у него уже было нарушение липидного профиля, и здесь мы не можем, к сожалению, в общем анализ крови определить это. Это нужно холестерин, ЛПВП, ЛПНП сдать. Тут тоже там недорого стоит. И посмотреть, насколько хватает жидкости просто банально по гематокриту. То есть, если есть какие-то... К чему я спрашиваю про общий анализ крови? Если есть в общем анализе крови, вот там куча всяких показателей. Если там есть какие-то отклонения, ну, либо повышен, либо занижен, то надо дополнительный анализ к этому показателю сдавать. Надо вообще, вот общий анализ крови, это супер, вот очень мало, правда. Это прям минимум-минимума. У нас всегда, я говорю, у нас есть минимум 4 показателя. Один по возможности, это Д-шку. У нас общий анализ крови, ферритин, инсулин и ТТГ, то есть гормон щитовидной железы. А витамин Д, ну, как бы я знаю, что он у всех в дефиците, но все равно мы подбираем датировку в зависимости от витамина. Поэтому в любом случае я бы хотя бы проконтролировал, особенно для тебя, как для девушки, это уровень ферритина, щитовидную железу и поджелудочную железу. То есть общий анализ, он просто как... Понимание. Ну, у тебя, кстати, хороший общий анализ крови. Я бы, знаешь, я бы просто дождал бы там 1, 2, 3 показателя. Если бы у тебя было, например, гематокрит ниже 37, это уже нам говорит о том, что есть дефицит железа. Тут даже на картах Торо гадать не надо. Ну, то есть дополнительные анализы можно не сдавать. Все, понятно, что дефицит прям серьезный. Есть у тебя МЦВ, МЦХ, у тебя выше 92-32, о котором мы сейчас сказали. Прямо, причем далеко выше, там 94-34 и так далее. Я могу даже не просить сдать гомоцистеин. То есть уже понятно, что прям высокий. Здесь бы я бы попросил бы дождать. Гомоцистеин, да. Это что за нормальный? Это показатель как раз-таки здоровья и сердечеси с системой и как раз-таки насыщение, один из самых информативных показателей о B9, B12, B2 и B6. А вот там еще присутствуют эритроциты, лейкоциты. Это что? Смотри, ну, здесь вот когда просят вас лейкоцитарные формулы, да, лучше согласиться, потому что вы можете более подробно понять, где у вас есть повышение, где понижение, и из-за этого понять вирусная нагрузка, бактериальная нагрузка и так далее. Сейчас очень коротко. Есть большая категория лейкоцитов. Вот одна. В нее есть пять категорий. Лимфоциты, моноциты, базофилы, метрофилы, эозинофилы. То есть пять основных категорий. Каждая из них выполняет определенные функции. Например, если мы говорим про моноциты, то они повышаются, если, например, есть аутоиммунные какие-то заболевания. Вот, то есть они могут повышаться. Это например? Например, ну, они так и называются. Просто ты можешь доздать дополнительный анализ на антитела, называется АТТГ, АТТПО, например, к щитовидной железе, и понять, что они повышены, это значит, что точно есть аутоиммунный какой-то тиреодит. То есть воспалительные процессы, когда, то есть задача, функция моноцитов, это схватывать какие-то чужеродные клетки, которые попадают в ваш организм. Повышение лимфоцитов может говорить о том, что, например, вирусная какая-то нагрузка, например, коронавирус, да, попадает в организм. И чтобы определить это, вы уже можете определить, например, по лимфоцитам. Например, эозинофилы. Вот базофилы и эозинофилы, это показатели, которые отвечают за аллергические реакции. То есть если ты, например, кушаешь еду, у тебя аллергические реакции вызывают, ты можешь сдать и, скорее всего, посмотреть по своим анализам, что у тебя будут завышены эти показатели. То есть если у меня есть аллергия на что-то... Аллергические реакции могут это отслеживать, да. Именно в моменте, если идет какая-то аллергическая реакция? Влияние, она несколько-тройку недель может. То есть ты поела что-то, и если это вызывает внешний дискомфорт, это в анализах может несколько-тройку недель сквозить. И еще вот эозинофилы чем очень интересно, что не только на влияние аллергических реакций, на влияние, например, паразитарных инвазий глистов. То есть можно по ним определить, по этому показателю, наличие глистов. Она не стопроцентная, но с высокой вероятностью, что да, можно определить, есть ли глисты, паразитарные инвазии, вот это все или нет. Хорошо, а что мне надо задать? Выше 2%, если у тебя выше 2%, то у тебя может быть влияние глисты в том числе. То есть некорректно работает желудочно-кишечный тракт, создается патогенная флора, поэтому развивается это все. А лейкоцит мы сказали, да? Да, мы сказали. Но лейкоцит это большая такая категория. Она как бы, она может повышаться на любые вообще. То есть это такие белые кровные тельца, вырабатываемые костным мозгом, и он сразу вырабатывается, как только в наш организм что-то чужеродное. Вирусы, бактерия, то есть он начинает подниматься. А что конкретно, можно уже посмотреть по конкретным показателям. Это довольно-таки сложнее сделать, но можно сделать. Вот, самое, говорю, простые, что нужно запомнить, что лейкоциты, это такое, знаете, как это, тряпочка, да, такая красная, чтобы как это, понять маркеры, а что происходит сейчас с организмом. Идет нагрузка вирусно-бактериальная или не идет? Вот. Выздоровела ли я полностью или нет? И это можно определить по лимфоцитам. Николай, общий анализ крови, я так понимаю, нужно знать и уметь читать каждому человеку, чтобы когда там сдал, когда там первые какие-то признаки плохого самочувствия, пошел сдал общий анализ крови, посмотрел, есть ли какие-то минимальные отклонения, и уже пошел сдавать другие анализы. Как мне научиться разбираться в этом? Если вы хотите разобраться хотя бы поверхностно и управлять своим здоровьем, своим внешним видом, вы можете зарегистрироваться на бесплатный трехдневный марафон по анализам как раз-таки, на котором мы и будем разбирать вот эти основные моменты, и не только общий анализ крови, где будет конкретно на слайде выведено цифры от и до, от и до, а если ниже, то что значит, если выше, то что значит, и что с этим делать. Но и также мы будем разбирать другие показатели, которые вы тоже можете обнаружить, там, сдав любые в любой поликлинике, и разобравшись в которых, вы сможете определить, что вам конкретно нужно делать для того, чтобы похудеть, постранять, поздороветь, быть энергичным, счастливым, какущим и так далее. Поэтому, если интересна тема здорового питания, образа жизни и в целом ценность здоровья у вас есть, регистрируйтесь на бесплатный трехдневный марафон по анализам. Николай, у меня еще вопрос. Вот скажи, говорят, что надо сдавать, сдавать анализы натощак обязательно, не пить, не есть ничего там за 8 часов. Со всеми анализами, так с общим анализом тоже надо? Да, только натощак. Желательно накануне, вот очень важный показатель, не стрессовать. Ну, то есть, я всегда даже так говорю, что внутри наших программ, я говорю, если вы утром встали на голодный желудок, все, но нужно перед тем, как сдать анализы, отвезти ребенка в садик или в школу, вы его приводите в школу, а он, скотина, забыл учебники, и вы начинаете нервничать, кричать, и все остальное, лучше не идти сдавать анализы. Вот, потому что это может менять биохимию крови. Даже общий анализ крови? Даже общий анализ крови может немножко менять. Не сильно, но может влиять. То есть, например, может как раз-таки те же лейкоциты в моменте начинать подниматься, потому что это же стрессовое, любой стрессовый гормон, который функционирует, то есть мы пострессовали, мы даже одной банальной мыслью можем сделать так, чтобы наши надпочечники начали активироваться. И это как бы, все это циркулирует в нашей крови. Мы про все показатели там сказали? Ну, тут много показателей. Вот я еще один хочу затронуть показатель. Это тромбоцит. Он очень, тромбоциты, они очень связаны с тем, что у тебя в гематокрит, потому что у тебя 285, а верхняя граница оптимальных значений, не нормальных, а именно оптимальных значений, это до 300, ну край до 320, но в основном это 300. То есть, опять же, это говорит о чем? Если есть высокие тромбоциты, это либо лишний вес, плохая работа подживучной железы, инсулинорезистентность, мы много про это говорили, либо дефицит омега-3, жирное кисло, дефицит витамина С, либо банальный дефицит жидкости. А что, тромбоцит повышен у меня, да? Да, чуть-чуть. Знаешь, я как это, придираюсь. Вот есть разные ситуации. Когда человек приходит с подобными анализами, я все стремлюсь к эталонным привести. Если человек пришел, не знаю, там, с ферритином 3, там, ноль бывает, даже приходит. Я говорю, что в нашем идеальном случае сделать за ближайшие пару-тройку месяцев хотя бы 10-15. Для нас это будет суперпобеда, то есть процесс восстановления бывает долгий. К тебе я придираюсь, на самом деле. Вот. Молода, красиво, стройная, бегаешь, радуешься, как только 30 лет будет. Все накопишь, приходишь. Да, на самом деле есть простая статистика, что, ну, то есть, это же не просто так. Мы же то, что сейчас делаем, это потом сказывается. И поэтому, если мы сейчас забиваем потихонечку каждый-каждый-каждый день, мы потом просто приходим к тому, что у нас начинает меняться показатель крови. Организм долго может просто терпеть. Как это? Удары на себя. У меня ощущение, что у меня организм терпит, принимает удары и потихонечку сдается. Да, но у тебя, говорю, я бы посмотрел обязательно ферритин, посмотрел бы холестерин, липопротеиды высокой, низкой плотности, и все, что там есть какие-то... У тебя еще есть запросы, да, то есть мы обязательно про это проговорим. Если высокие тромбоциты, я уже сказал, это инсулинорезистентность, дефицит омега-3, жирный кислот, может быть, дефицит витамина С, дефицит витамина К2 и так далее, если низкие тромбоциты, это может говорить о том, что очень длительная нагрузка, именно вирусная, была на организм, например, после долгого ковида, может резко упасть тромбоциты. Это тоже не очень хорошо для организма. А низкие, это, если мы говорим в контексте, опять же, оптимальных значений, это ниже 200. И вот в этом, кстати, моменте, например, не рекомендуется применять витамин Д3 плюс К2. То есть если тромбоциты ниже у вас 200, то не рекомендую применять витамин К2, который как раз-таки помогает чуть-чуть разжижению крови, то есть и улучшение именно реологии, то есть вязкости крови. У меня, кстати, еще вопрос. Вот ты не раз говорил, что референсные значения, они иногда неправильные, которые показываются. Многие люди просто приходят в плеклинику сдавать, там терапевт выписывает. Вот я также ходила не так давно в плеклинику, мне терапевт выписал там какие-то анализы, не знаю, какие. Даже просто я пришла после ковид, сказала мне, ну, состояние свое писала, она мне выписала кучу анализов непонятно каких. Вот, и я сдала. Пришла, ну, все вроде в норме по показателям. То есть они же не разбираются в плеклинике, не лезут глубоко. Вроде все норме по показателям, по состоянию нет. Вот как человек сам может понять, определить? Ну, наверное, не зря я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Это вопрос из разряда нафига, потому что я понимаю, что я не против системы здравоохранения, пожалуйста. Я просто понимаю, что система устарела. и если мы говорим, у меня клиентка, например, была с Германией, вот там, больше года назад, и много, на самом деле, стран, Великобритания, Германия, я все просто смотрю, как у них производится это все, и что у них даже референсные значения уже сужены гораздо. То есть у нас как, типа, средняя по больнице. У тебя инсулин 20, у меня инсулин 5. Средняя по больнице 10 норм, а это не норма. Вот, то есть норма все, что ниже 6. И вот так везде абсолютно, да, то есть кто-то зарабатывает миллион, я зарабатываю 50, средняя какая? 500 тысяч зарплата. Вот так же делается референсное значение. Или, например, витамины. Мы когда работали с клиенткой с Германией, да, и она в аптеке находила хорошие формы витаминов за адекватную цену с хорошим количеством именно исходного вещества. И мне хочется иногда просто плакать. Что делать? Учиться. Читать, учиться, смотреть последнюю информацию, приходить на марафон по анализам трехдневной, хотя бы с этого банально начать. Потому что там мы консолидировали, собрали основную информацию, которую важно знать, чтобы оберечь себя, да, от каких-то заболеваний, изменений в дальнейшем и много-много другое. Банально. И просто сейчас тренд нутрисологии, он начинает просто расти с каждым годом просто нереально больше. И последний вопрос по поводу питания. Вот, грубо говоря, сейчас я питаюсь вообще хаотично, как бог даст, так сказать. По анализу общего крови можно сказать, что мне надо есть или надо вот все-таки дозадавать вот эти все остальные анализы и понять уже, исходя из них, что мне добавлять, что убрать и так далее. Нет, немножко не хватает, понятно, что общего анализа крови для определения, например, сколько тебе белка, общий белок есть, для понимания, насколько хватает тебе качественных жиров, а для этого нужно липидный профиль сдать. Единственное, что я могу здесь определить, например, что поступает ли и усваивается ли у тебя то железо, которое к тебе поступает. Оно поступает и оно усваивается. Это единственное, что я могу сделать с точки зрения именно вот этого момента. Есть ли омега-3? Есть, но его очень мало. Ну, то есть, опять же, тромбоциты, только что сказал. По углеводам очень сложно здесь что-то сказать. Я бы сдал, например, гликированный гемоглобин, понял бы, понял бы, сколько ты за последний. Есть такой показатель, гликированный гемоглобин, который показывает, сколько ты за 3-4 месяца последних съела именно простых углеводов, то есть простых сахаров. Он такой предательский организм, предательский показатель. Почему? Вот он называется гликированный либо гликозилированный еще называют его, гемоглобин. Гемоглобин, вам всем знаком, он здесь есть в общем анализе крови. А это он какой-то гликированный. Что это такое значит? Вот на эритроците помимо кислорода, про который мы говорим, еще может кататься, как на лошадке, глюкоза. И сам эритроцит живет 90-120 дней, это 3-4 месяца. И если мы потребляем много простых сахаров, рафинированных углеводов и все остальное, то этот показатель может быть выше 5,2%. Это говорит о том, что переизбыток для организма, количество глюкозы, углеводов, рафинированных, которые он потребляет. Такой предательский организм. А здесь его, например, нет, здесь обычный гемоглобин. Поэтому по факту я говорю, что иногда мне достаточно просто посмотреть на те анализы, которые я прошу сдать, общий белок, инсулин, ферритин, липопротеиды высокой низкой плотности и все остальное, и сказать конкретно, как ты живешь, как ты ешь, чего не хватает, чего надо делать и все. Говорю, настолько просто, правда, отвратительно просто. Я спустя много лет к этому пришел и сейчас занимаюсь обучением. Почему? Потому что я хочу, чтобы, ну, во-первых, страна лучше банально жила, во-вторых, просто это интересно в этом разбираться и привить это каждому человеку. Ну, так ли просто перейти на это правильное питание, когда ты, у тебя нет системы, и ты потом понимаешь, что у тебя не хватает там каких-то витаминов, ну, ты все понимаешь, но перейти вот на это питание не можешь? Понятно. Легко ли выучить английский? Нет. А как его выучить, если, вот, самый простой вопрос, как выучить английский? Просто тупо захотеть очень сильно, все, это первое, что нужно. Ну, глобально, вот, понять, что для вас важно, потому что я, когда начал изучать тему питания, возможно, для меня это тоже не сильно было актуально, но когда я понял, как это все изнутри работает, то, что люди думают, типа, ну, сахар нельзя, это же вредно, и не понимают, зачем. А когда ты понимаешь изнутри, как это просто убивает в организм, ты в следующий раз задумаешься, нужно ли тебе эту булку есть вообще или не нужно. И я на самом деле вижу профит, то есть выгоду от того состояния, потому что я же тоже сдаю анализы, показываю это во всех соцсетях, какие у меня показатели. И я вижу, что, например, за счет высоких показателей я не какой-то судорожный там ППшник просто боюсь, я просто понимаю, что эта еда мне дает энергию, красивое тело, много там концентрации мозгов своих и все остальное. То есть я вижу выгоду, вот и все. А у многих до сих пор закоренился, что ПП – это курогрудка, гречка, огурцы, сиди два месяца, умирай, порти анализы, порти на свадьбах, сиди слюной давись и все остальное. И вот, наверное, одна из самых главных – донести, что это образ жизни, а не диета, и это легко, ну, гораздо легче. И прочувствовать, что можно по-другому. Вот самая большая проблема, что многие люди даже не понимают, что, оказывается, можно по-другому жить, более энергично, более счастливо, более подвижно, чтобы ничего не болело, ничего не выпадало, ничего снаружи не топорщилось там и все остальное. Все, тогда мои действия дальше сдать. Ферритин. Да. Общий белок. Общий белок. Хотя бы. ТТ4. Холестерин, липопротеиды высокой низкой плотности. Ну, инсулин бы я бы тебе не просил дать, потому что обычный инсулин – это следствие лишнего веса происходит, да, и если есть, она, я прошу сдать просто весь липидный профиль. Но даже по холестерину будет уже в целом понятно, что происходит с печенью и с поджелудочной. Ну, все, тогда я сдам, и, возможно, мы снимем ролик дальше, что со мной происходит. Да. Спасибо, Николай, большое, очень интересно. И хотя бы как-то понятно, что значит эти анализы. В завершении анализы крови с одной стороны может показаться сложным, но с другой стороны задумайтесь, что у вас есть только одно тело и одно здоровье. Это как в игре. Когда вы рождаетесь, у вас 100% здоровья, и если мы за ним не сидим, оно просто каждый год у нас потихонечку уходит, и вопрос каждому из нас решать, в каком состоянии, в каком здоровье жить. И это можно легко просто встроить в образ жизни любого человека, даже без медицинского образования, без каких-то знаний там по нудрецологии и все остальное. Самое главное – решить для себя, хотите вы этого или нет. Если вам нравится такой формат видео, ставьте лайк. В завершении еще раз хочу продублировать. Сдавайте анализы, будьте здоровыми и подписывайтесь на наш YouTube-канал. До встречи. С вами был Панасюк Николай и прекрасная Мария. Спасибо.